Да я вижу, вижу, я сразу отскачу Сергей, приветствую вас. Как у вас позиция есть? Признаете вину? Войны суд предварительно в соответствии с частью 3 и 4 статьи 69 КРФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Андрея в окончательном наказании в виде решения свободы на срок 24 года, из которых 4 года с отбыванием в тюрьме, оставшейся часть срока 20 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года со штрафом в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. Андреев, вы встанете пока. Вам приговор понятен? Срок, который вам назначил суд для отбывания наказания понятен? Срок порядка обжалования приговора вам понятен? Также суд вам разъясняет, вправе знакомиться с протоколом судебного возрастания и аудиопротоколом, который у нас ввелся. Это понятно? Судебное возрастание окончено. Всем спасибо. До свидания. По поводу сегодняшнего приговора я могу прокомментировать его следующим образом. Конечно, защита не удовлетворена принятым вердиктом суда, поскольку считает, что до конца не считает его справедливым и обоснованным, поскольку в определенных частях обвинения, которые, я считаю, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, суд оставил соответствующую часть обвинения Андрееву целиком и полностью, не исключив ему из обвинения. Это касается, в частности, причинения значительного ущерба по статье 205 совершения терроризма, где представитель потерпевшего подтвердил, что никакого значительного ущерба в действительности причинено не было. Однако, как квалифицирующий признак, пункт в этой статье почему-то в приговоре остался. Что касается обвинения, связанного с изготовлением взрывчатого вещества, здесь тоже самая очень спорная ситуация, поскольку никаких действий, направленных на изготовление взрывчатого вещества, Андреев не совершал. В целом, вся террористическая направленность деятельности Андреева фокусируется исключительно на совершении самого акта закладки самодельного устройства у здания военкомата. Но, тем не менее, мы считаем, что совокупность свойств и признаков данных самодельных устройств не могла рассматриваться как взрывчатые вещества, поскольку это подтверждено соответствующими выводами экспертизы. Насколько она представляла опасность и угрозу для людей, для здания военкомата, тоже является спорным, поскольку в действительности никакого ущерба не причинено, круг людей никакой не пострадал в действии Андреева. Поэтому, в целом, защита сосредоточит свое внимание именно на оспаривании этих моментов. Ну и право апелляционного обжалования у нас сохраняется. Я надеюсь, что определенные поправки, если они будут объективно и учтены высшестоящей инстанцией, ну, дадут соответствующий результат и в самом вердикте. Изначально, поскольку действия Андреева квалифицировались как хулиганство, и в последующем были переквалифицированы более тяжкие статьи, могу прокомментировать следующим образом обвинения, связанные с длительностью и приостановлением деятельности военкомата, которые на самом деле в судебном заседании сотрудники военкомата подтвердили, что на следующий день, уже после 1-го 2-го ноября, военкомат работал в штатном режиме, выполнялись все плановые работы, справка, предоставленная военкоматом о том, что в результате подобных действий якобы подали заявление на увольнение более 40% служащих военкомата, она по себе остается не до конца проверенной. Доказательств этому в материалах уголовного дела, к сожалению, нету, поэтому насколько обоснованно данные обвинения предъявлены и повлекли такие последствия, совершенно непонятно. Поэтому в этой части, скорее всего, оспариваться будет и указанные, в принципе, обстоятельства при подаче апелляционной жалобы. Срыв контрактов, статистика, она предоставлена? К сожалению, статистики, которые касаются количества направленных, мобилизованных лиц, в том числе и по линии СВО, в уголовном деле представлена не была, поэтому объективно оценить, насколько была существенная разница между предыдущим набором военнослужащих и набором, которые производились после 1 ноября, она абсолютно отсутствует и объективно прокомментировать эту ситуацию невозможно.